Раскопки под руководством московского археолога на Богородичном мысе в Пустозерске группа ученых проводит не первый раз. Сейчас глубина раскопа всего один метр. Продвинуться в недра еще на два планируют до конца сентября. Сегодня на поверхности уже можно увидеть строение 18 века. По мнению археологов, они наткнулись на угол жилого дома или бани. Пока сказать точно невозможно. Еще ниже, под слоем грунта, историки планируют найти фундамент храма введения Пресвятой Богородицы 1730-х годов постройки. Одну его сторону обнаружили в прошлом году. Большинство людей, исследователи считали, что остатки храма уже ушли в озеро и его не осталось. Мы на всякий случай заложили раскоп и попали прямо на фундамент, мощный фундамент этого храма, который относится к 2-3-18 века. Общая площадь раскопа – 32 квадратных метра. Как говорят археологи, этого недостаточно, чтобы исследовать территорию должным образом. Раскоп на 100 квадратов сейчас непозволительная роскошь. Объем работы зависит от финансирования Министерства культуры. Но даже в ограниченном пространстве удается найти интересные вещи. Вот такой вот донца у него видно, деревянный. Он был примерно вот таким, с крышечкой. Ну вот остался вот этот. Сохранить деревянные, тканные и кожаные изделия в культурном слое позволяет многолетняя мерзлота. Она же и затрудняет проведение раскопок. Поэтому самостоятельно сотрудники местного музея работать здесь не могут. Признаются, опыта недостаточно. В археологии так с кондачка ничего не решается. И для работы на памятнике федерального значения нужно иметь солидный опыт работы именно с опытными археологами. Вот как Лео Борисович. Многие находки продемонстрируют посетителям Пустозерского музея. Но будет это еще не скоро. То, что удалось найти сейчас, может появиться на витринах лишь через несколько лет. Ведь работа археолога – это не только проведение раскопок, но и изучение найденных материалов. А их в Пустозерске достаточно. Под Севастополем впервые открылся Международный молодежный форум «Таврида». Туда съехались более полутора тысяч участников из России и еще 60 стран. Каждый день форума посвящен новой теме. В программе – встречи с известными людьми, политиками, историками, представителями шоу-бизнеса. На молодежной площадке работает и делегация из Ненецкого округа. Всего четыре человека. Один из них – журналист газеты «Выбор НАО» Алексей Волков. Много очень людей известных приезжают в мастер-классы. Вчера мы прослушали лекцию Держа Таренко, известного журналистка, на котором присутствовало очень много народу. Сегодня на форуме День предпринимательства. То есть спают очень успешные молодые люди от 18 до 25 лет, которые заработали приличное количество денег и могут поделиться при этом успеха, ответительные вопросы. Сегодня, допустим, выступал Даниил Мишин, владелец всех этих хостелов в Москве и за ее пределами, который в 11 лет уже открыл свой первый хостел и, грубо говоря, к 20 годам заработал свой первый миллион. Ну, вообще-таки встречи мотивируют молодых людей. Есть чему получиться нам. Каждый регион берет что-то свое. Форум Таврида, как и многие другие, проходит под открытым небом. Живут участники в палатках, питаются в общей столовой. Главная цель лагеря – обмен опытом и защита собственных проектов. Вернется наша делегация 20 августа. В начале августа во всем мире стартовал конкурс «Скорени на живое издание». К юбилею великого классика Льва Николаевича Толстого и его знаменитый роман прочтут во всем мире. Сделают это в режиме онлайн. Организаторами проекта выступили «Гугл. Россия» и музей-усадьба «Ясная поляна». По их задумке, этот конкурс даст возможность еще раз напомнить о бессмертном произведении. Ведь Анна Каренина переведена почти на все языки мира и экранизирована более 30 раз. Конкурс пройдет в два этапа. В первом этапе участникам предлагается выбрать один из четырех отрывков, зачитать его на камеру и до 4 сентября выложить на YouTube. Он поднял голову, бессильно, опустив руки на одеяло, необычайно прекрасные и тихо, и она бессмолвно смотрела на него и хотела, и не могла улыбнуться. Авторы лучших работ будут участвовать в онлайн-марафоне, который состоится 3 и 4 октября текущего года. Кстати, наринмарцы также могут принять участие в конкурсе. Вся информация о нем размещена на неофициальном блоге Неницкого округа «Чумотека». Мы всем миром прочитаем известнейший роман Анны Каренина. Все это будет проходить в течение 30 часов непрерывно. Подключатся разные города России и зарубежья, в том числе Париж, Нью-Йорк, Лондон. Ряд памятников археологии, датируемых эпохой Мизолита до раннего Средневековья, был обнаружен на озере Салендейты. В состав археологической группы вошли работники Неницкого краеведческого музея и Института языка, литературы и истории Коми. Целью 10-дневной экспедиции стал поиск древних стоянок и поселений в районе озера. Стоянка Салендейты-3 была образована примерно в IX-X веке, в 65 километрах к востоку от Наринмара. Её случайно обнаружили местные жители. В ходе раскопок группа археологов нашла большой очаг с остатками древней глиняной посуды и костями животных. Люди жили здесь не постоянно, а приходили на лето. Об этом свидетельствует скопление фрагментов посуды именно в одном месте у очага и отсутствие металлических предметов. Скорее всего, их уносили с собой, объясняет участник экспедиции. То есть, скорее всего, люди туда приходили и на одном и том же месте, например, в летний сезон. Они там жили какое-то продолжительное время, готовили пищу на этих очагах. Ну и в зимний период они, скорее всего, уходили из этих мест. Делай добро, и оно к тебе вернётся. В этом убедился Ваня Малеев, ученик 7-го класса первой школы. В начале августа несколько ребят добровольно вызвались красить фундамент храма Преображения. Каждый день с кистями в руках по несколько часов они проводили за работой. Спустя три дня результат был налицо. Владыка Иаков пришёл к ребятам поблагодарить их за труд и выяснил интересные обстоятельства. И когда я с ними разговаривался, хотя это заняло минуту-две, я вдруг обнаружил, что двое из них некрещенные. Вот один из них – Иван. И с Божьей помощью родители были согласны, что Иван примет крещение. Я усматриваю это просто промысл Божий. Так Ваню решили крестить. Глава Наринмарской и Мизенской епархии обряд посвящения в православие проводил лично. Как заметил Владыка, день крещения совпал с православным праздником – днём святого мучика Иоанна Воина. В честь него и нарекли крещённого. По словам Вани, креститься он хотел давно. И пусть смысл православия он понимает не до конца, постигать основы духовной жизни он готов. Ведь у него ещё есть сестра и друзья, с которыми бы он хотел ходить в храм. Буду в церковь ходить почаще, в воскресную школу буду там. Владыка говорил, что морское дело какое-то открывается, вот туда буду ходить сейчас. Служители храма отмечают, что желающих креститься и венчаться в городе становится всё больше. И с каждым человеком, пришедшим на службу, наш город становится сильнее и светлее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова